Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим на тему кистей. Я отвечу на такие вопросы, как что лучше купить для начинающего визажиста, что лучше купить для просто любителя косметики, на чем можно сэкономить, какие мои любимые наборы, какие мои индивидуальные кисти. В последнее время я очень много получаю таких вопросов, и я решила собрать эти все вопросы и в одном видео ответить на них, потому что каждому индивидуально отвечать довольно сложно. Поэтому если тема покупки кистей для вас актуальна, или вы просто любите пополнять свою коллекцию кистями хорошего качества, то обязательно смотрите это видео, потому что я расскажу много интересного. И теперь я хочу поговорить про индивидуальные кисти, которые я использую, в принципе, каждый раз, когда я делаю макияж, либо на себе, либо на моделях. Вот это тот набор инструментов, которые если у меня забрать, то я, наверное, буду чувствовать себя как без рук, потому что это мое основное оружие, то, что позволяет мне создавать именно красивые тушевки, красивые макияжи, красиво ложить тон, красиво ложить там пудру, красиво ложить там, да что угодно, в принципе. Поэтому давайте начну с лица, потому что таких вот мастхебных кистей для лица у меня, на удивление, очень мало. В принципе, я могу пользоваться вот всем тем, что я уже показывала в наборах, плюс, если говорить про какие-то индивидуальные варианты, то мне очень нравится кисть от Sigma, которая называется F05. Она такая небольшая и довольно здесь, как сказать, плоская, да, то есть похожа на F80, только с натуральным ворсом. И из-за того, что она вот такая вот как бы плоскенькая и при этом пушистенькая и мягенькая, я очень люблю делать ей коррекцию. Вот очень часто, когда я делаю коррекцию сухую, именно эту кисть я и использую. Ее размер мне очень нравится, что мне нравится, в принципе, мягкость ее нравится, то, как она набирает, отдает, все мне нравится. Вот размер особенно мне нравится, потому что он такой более детальный, и можно как на больших лицах, так и на маленьких лицах делать макияж. Никаких нареканий у меня к ней нет. И также я очень-очень-очень сильно люблю вот такую вот кисть, которая уже, к сожалению, снята с производства. Эта кисть со мной уже где-то, наверное, лет 5 точно. Это одна из первых кистей, которые делала Марлена. У нее есть канал Makeup Geek TV. Она сейчас выпускает очень много косметики, теней. У нее очень широкая линейка, она обновила свои кисти. Но вот эту она, к сожалению, сняла с производства. Это такая небольшая кисть-помазок. Я не знаю, я сколько ни перепробовала, я не могу найти кисть лучше для нанесения бронзера. Вот я не знаю, именно не коррекции, а именно бронзера. Для того, чтобы вот такими вот движениями сделать лицо теплее, нанести на шею, нанести вот как-то сюда, нанести на лоб. Очень классная кисть. Поэтому я не знаю, в чем конкретно загвоздка. Вот у нее натуральный ворс, и она пострижена таким образом, как дуофибра. То есть в ней есть ворсинки чуть короче и чуть длиннее. И, возможно, из-за этого она ведет себя так классно. Я не знаю. Но она настолько красиво наносит бронзер, никогда это не выглядит какими-то пятнами, никогда это не выглядит как-то слишком как перебор. Очень жаль, конечно, что эту кисть не али с производства. Но если вдруг вам попадется что-то похожее, там, где есть такие более короткие ворсинки и более длинные ворсинки, вот попробуйте ее для бронзера. Я думаю, она вас приятно удивит. Также очень часто я получаю вопрос насчет того, какие кисти можно купить для карандашной техники, какие в идеале можно купить, и какие можно купить из такого бюджетного сегмента. Что касается бюджетного сегмента, то я всегда рекомендую две кисти, которые, на мой взгляд, справляются с работой отлично. Обе кисти от Sigma. Первая довольно маленькая, называется она E17. Она синтетическая, довольно маленькая, сильно детальную какую-то работу, то есть вот как карандашники делают какие-то там узоры, какие-то вот такие вот моменты, вы ей не сделаете, потому что она все-таки такая немножко чопорная. Но в плане того, чтобы растянуть просто карандаш как-то вот в мелких зонах, вот, к примеру, на нижнем веке, или, может быть, как-то подтушевать на верхнем веке, она отлично работает, никаких претензий у меня к ней нет. И также мне нравится E56 кисть. Я ее часто использую как для карандашной техники, так и не для карандашной техники. Она такая универсальная лошадка. Она немножко жесткая, но для того, чтобы растушевать карандаш, и нужна немножко вот такая вот жесткость кисти, то есть не колючая, не такая уже прям совсем деревянная, но вот все-таки, чтобы она была упругая, и чтобы она хорошо вот цепляла карандаш и растушевывала его. Поэтому E17, E56, это две такие тоже рабочие лошадки, для карандашной техники хорошо подходят. Что касается идеальной кисти для прорисовки таких вот узоров, именно очень тонкой работы, и растяжки, там, протягивания карандаша. Отличная кисть, это Wops, номер у нее W0503. Очень тоненькая кисть, очень острая, захватывает любую линию, вот просто любой толщины линию можно создать, как вот самый-самый такой вот крошечный, как волос, чтобы она вот прям практически незаметной была, и до такой довольно как бы грубой линии можно сделать этой кисти. Эта кисть со мной уже тоже довольно давно, еще с момента, когда я училась в школе визажа, это было сколько, я не знаю, три года назад, по-моему, то есть три года она в идеальном состоянии, ничего с ней не случилось, и также для профессиональной работы я очень часто ее использую. Что же касается моих именно идеальных кистей для карандашной техники, я здесь опять-таки говорю о том, чтобы нанести, растушевать карандаш, то есть не про какие-то там бешеные узоры, то есть вот сугубо построить форму в карандаше. Я очень люблю свои две кисти от Hakuhoda. Первая это детальная такая маленькая кисть, у нее номер K005, потрясающая просто кисть, она достаточно широкая, что с ней удобно вот так вот протягивать карандаш, вот по нижнему веку, к примеру, также удобно ей растягивать карандаш, там где-то подтушевывать маленькие зоны на верхнем веке. Вот феноменальная кисть, вот у нее именно такой вот размер и именно такой вот, тоже такая упругость и одновременно мягкость, что она просто потрясающе работает. Вот мне многие пишут, что не могут создать такую тушевку, как я делаю. Возможно, это из-за того, что действительно я уже выбрала для себя такие инструменты, которые очень круто работают. Поэтому то, что я красиво тушую, это моя заслуга только, наверное, на 50%, остальные 50% это кисти, которыми я работаю. И вторая кисть, вот я, к сожалению, не знаю, не помню ее номер, я обязательно вам напишу номер ее, посмотрю. Эта кисть довольно стандартная, такая плоская, но немножко более толстая по своей набивке. И мне она тоже очень нравится, для того, чтобы именно протягивать, растушевывать карандаш вот в такую незаметную дымку. Вот буквально ей там раз, два, три, все, у вас уже карандаш растушеван. Безумно мне просто нравится. Для карандашной техники рекомендуются синтетические кисти, но эти обе кисти из натурального ворса, и мне не настолько нравится, что ни одна синтетика, на мой взгляд, не работает так круто, как вот эти две кисти. И если вы сейчас вот думаете, что хакухода это сразу бешеные деньги, то на самом деле нет. Хакухода, я вот недавно смотрела, у них то ли снизились цены, то ли что, я не знаю, но у них кисти не так уже дорого стоят. Да, есть у них кисти, которые там стоят и по 100 долларов, но вот конкретно вот эти, по-моему, там то ли 16 долларов, то ли 19 долларов, вот какой-то вот такой вот диапазон. То есть, в принципе, кисть, например, Sigma может стоить 14-16 долларов, и в то же время там за 16-19 вы можете купить хакухода. Поэтому я бы лучше взяла хакухода, как мне кажется, потому что они намного более мягкие, намного более приятные и очень крутые и стойкие. Еще покажу вам три кисти, которые тоже, считаю, просто феноменальными. Одна из них тоже от хакухода. Опять-таки, номера здесь нет. Я опять напишу вам, как она называется. Вот эта кисть очень похожа на кисть Зоева, которую я вам показывала, 234-я, по-моему, по номеру. Очень они похожи, но вот эта все-таки вот, ну, чуть-чуть она мягче, чуть-чуть она приятнее. Она настолько мягчайшая, вот просто, я не знаю, ну, как пушинка. И при этом она очень круто набирает оттенок, вот просто настолько пигментированно кладет его на века, что вот других каких-то аналогов я еще пока не встречала. Вот именно очень круто она работает. Поэтому если нужна прям крутая-крутая-крутая кисть, то вот берите эту. Если вас устраивает, как работает Зоева, как работает там, я не знаю, любая другая аналогичная, то за этой прям гоняться не стоит. То есть какой-то феноменальной разницы она не сделает. Но как сильно такой любитель косметики, как сильный такой, извиняюсь за выражение, задрот, да, вот я вижу разницу в нанесении, поэтому я могу сказать, что это все-таки лучше. Но так, чтобы прям гоняться за ней, то не стоит. Еще обалденная просто кисть, без которой я не делаю ни одного макияжа, наверное, на последние пару лет, это кисть от Колин Су. Насколько я знаю, это кисти Эм Арт, но у меня здесь вот на ручке выпито Колин Су. И номер у нее К3. Эта кисть уникальная именно по своей форме. Я не знаю, вот как ее собрали именно так удачно, но вот ее длина, ее ширина, ее набитость, вот все в ней идеально. И я обожаю эту кисть, в первую очередь, для нанесения теней на нижнее веко. Она наносит вот как раз идеально, идеальное количество теней для того, чтобы сразу получить вот нужную тушевку внизу. Вот я не знаю, что в ней такого магического, но ни один макияж вот за последние пару лет у меня без нее не обходится. Вы можете вот ради интереса включить любой макияж, который я делаю на этом канале, и вы увидите, что на нижних ресницах я всегда ее использую. И всегда в описании, вот я всегда описываю кисти, которые я использую. Вот вы, вот все эти кисти, о которых я вам говорю, вы 100% найдете в описании всех видео с макияжами. Потому что они феноменальны, они круто работают. И вот именно конкретно вот это я не знаю, я не могу аналоги найти ни в Зоева, ни в Сигма, ни, я не знаю, там китайские, ни супер дорогие, Хакухода. Вот она стоит копейки, там какие-то 300 рублей или что-то такое она стоит. И феноменальная кисть, вот просто феноменальная. Я обожаю эту кисть, вот для детальной работы она тоже очень классная. Вот 100% вот такую кисть есть смысл покупать, и есть смысл докупить себе вот в набор, неважно в принципе, какой у вас набор есть. Вот это очень классная кисть, я думаю, она вас не разочарует. Еще очень классная кисть, это, конечно, классика Сигма Е25, но опять-таки, если у вас есть аналоги, гоняться за ней не стоит. То есть просто вот такая вот классическая форма растушевочная, как и у Зоева, 227, по-моему, у Мак 217, вот они все аналогичные. Какую ни возьмите, вот любой можно сделать, одинаковый результат. Что касается тоже кистей еще для подводки. Самые мои две любимые кисти для подводки, вот такие вот две. Первая это Сигма Е11, очень маленькая кисть, вот именно такая малютка-малютка и очень сбитая такая. Для гелевых подводок вот просто лучше не придумать. Она именно такая, держит форму, и с гелевой подводкой работать нужно именно выстраивая форму, то есть когда вы кладете гель, его нужно все-таки выстроить вот в такую вот форму, размазать этот гель красиво по веку. И вот эта кисть справляется с этим отлично. Что касается жидкой подводки, то лучше, чем кисть вот эта, я пока тоже не нашла. Эту кисть я купила в обычном художественном магазине. Называется она Калинский и номер у нее ноль. Это самая тоненькая кисть, которая там вообще, по-моему, была. У нее очень длинный ворс, натуральный, и когда она набирает именно жидкую подводку, то есть она намокает от жидкой подводки, и она становится такой острой, что просто ей вот действительно можно легко нарисовать самые-самые тонюсенькие какие-то линии. Можно ей делать какую-то работу именно художественную, то есть делать какие-то узоры. Очень классная кисть. Вот настолько тонкие кисти, к сожалению, вот как-то в косметической сфере вот редко встречаются, по крайней мере у меня в моей коллекции таких нет. А в художественном магазине я вот это купила тоже, постоянно ее использую именно для жидкой подводки или подводки кейк. И последние две кисти, которые у меня остались, это тоже очень классные кисти, которые я часто использую, поэтому хочу тоже о них рассказать. Первая Sigma E46. Это похожая кисть на E56, только раза в два меньше. Эту кисть я всегда хватаю, когда мне нужна более детальная работа навеки. К примеру, я нанесла основной оттенок, я растушевала там в складке какой-то оттенок, я добавила глубины еще какой-то там темный цвет, и вот мне еще захотелось вот как-то где-то там посередине добавить какой-то цвет. Вот именно для вот этой работы эта кисть отлично подходит, потому что она очень тоненькая и в то же время довольно длинная, поэтому она вот так вот по веку вот как раз вот этот вот промежуток занимает, и вот ей очень легко добавить какой-то акцент, какой-то цвет и при этом растушевать его. Также эта кисть классно, кстати, работает для нижнего века, вот именно для вот этой вот части, чтобы во внутренний уголок наносить какие-то, например, шиммерные тени, или какие-то блестки, или какие-то жидкую следу какую-то. Вот я всегда эту кисть для этого использую. И последняя, это моя самая любимая кисть для бровей, как ни странно, это Costal Sense. Номер здесь у нее не выбит, но я опять-таки напишу, как она называется. Вот эта кисть в плане коррекции бровей, вот опять-таки феноменальная. Она очень маленькая и очень тоненькая, и при этом очень упругая. Поэтому если с бровями беда, если там перещипаны, если где-то не растут, вы эту кисть можете использовать, к примеру, с помадками, с какими-то гелями, то есть именно конкретно для коррекции. То есть для того, чтобы где-то дорисовать, где-то затушевать, где-то заполнить, где-то пробел какой-то там, я не знаю, дорисовать, где-то нарисовать, там поменять форму, может быть, даже брови. То есть она настолько маленькая, настолько какая-то вот упругая, и тонкая, и острая, что вот, опять-таки, аналогов я пока не нашла, и вот использую именно ее. Поэтому она стоит буквально там пару долларов. Доставка, кстати, с Costal Sense очень дорогая, что вообще как-то нелогично, но если, там, не знаю, кто-то будет делать заказ, или если вы с кем-то сможете разделить доставку, опять-таки, вот стоит ее заказать, пару долларов стоит, но это феноменальная кисть для бровей. Вот, в принципе, и все. Мой рассказ получился достаточно длинным, но я постаралась вот просто все охватить и все в одном видео рассказать. Теперь на этом я буду с вами прощаться. Поставьте мне палец вверх, если вам понравилось это видео. Подпишитесь обязательно на мой канал, чтобы в будущем не пропускать новые видео. И мы с вами увидимся в следующих. Пока!